Всем привет! Меня зовут Аня, вы на моём канале YouTube. Сегодня делюсь с вами очередным днём моим без сигарет. И сегодня, надо сказать, у меня настроение получше, чем было вчера. Вчера я рассказывала о том, как седьмой день без сигарет, и я просто страдала, потому что у меня начал прибавляться вес. Я очень страдала по этому поводу, и прям вчера у меня было такое состояние, мне хотелось то плакать, то ржать в голос, прям даже не смеяться, а именно ржать. И, ну, по большей части, конечно, весь день был в таком плаксивом состоянии, я прям страдала-страдала. А сегодня, надо сказать, я себя чувствую получше, но это начинается лично у меня прям с утра, потому что с самого утра я встала на весы, поняла, что минус килограмм прям шух. Я это, конечно, связываю с тем, что я прям серьёзно подошла так к контролю своего питания. То есть я и так, и так влезала в свой дневной калораж, там, до 2000 калорий, 1800-2000. Но тут я решила прям полностью перестроить режим питания. И есть сахаросодержащие продукты, в том числе молочку, которая содержит лактозу. Есть только в перерыве, как рекомендуют люди, которые топят за то, чтобы отказаться от сахара. Или хотя бы в правильном состоянии, в правильное время есть сахар, чтобы инсулин так не бомбил, и чтобы этот сахар не откладывался в жир. Так вот, правильное время есть сахар через час после еды, но не позже, чем через 2-2,5 часа. Я вот прям взяла этот промежуток час-два после еды, ставлю себе будильник после того, как я поела, и как только проходит где-то час-15, я съедаю какую-нибудь вкусняшку. Это вот вчера и сегодня это были либо кусочек шоколадки Чурчхелла, либо протеин, потому что я выяснила, что... Ну, фруктоза это тоже сахар, точно такой же вредный, как и сахар. Вот. И, короче, видимо, это и подсчет калорий получилось чуть меньше где-то 1600, минус килограмм. Ну, понятно, что в 200 калориях и даже в 400 это не килограмм жира, это явно, значит, скорее всего, я текла, и набор этого веса никак не связан с сигаретами. Это меня очень, конечно, порадовало. Я такая радостная не была уже давно, расслабилась. Но могу сказать, что перепады настроения вот на восьмой день, я понимаю, что они есть в любом случае. И как ни крути, я думаю, все-таки связано не только со стрессом на работе, но и с отказом от курения. Несмотря на то, что я хожу с коллегами все эти разы, как раньше я ходила курить, теперь я хожу с ними и просто дышу воздухом, болтаю. То есть привычка выходить, она осталась, но убралась сигарета. Но, видимо, стресс психологический некий есть, и перепады настроения мне, конечно, начали портить мои будни. Поэтому я начала есть таблетки Чампекс, которые мне посоветовал мой друг, которые как раз для борьбы с курением. И вот я съедаю по пол таблеточки в день с утра после еды, и настроение такое ровненькое становится. Нету никакой вялости, либо сонности, нет, все нормально. И, в общем, чувствую я себя хорошо. Так что вот на сегодняшний день все классно. Но, несмотря на то, что я выхожу с коллегами курить, и запах сигарет мне уже неприятен, то есть, видимо, вкусовые обонятельные рецепторы, они как-то подчистились, и я уже понимаю, что запах неприятен. Но желание покурить возникает. То есть, именно не почувствовать этот вкус, хотя, может быть, и вкус почувствовать, а именно вот привычка вот этого движения. И поскольку я всегда говорю, что мне нравится процесс курить сигареты, не нравится запах, не нравится то, что начался кашель и какая-то отдышка. Поэтому я решила, собственно, завязать с этой привычкой. Год чуть меньше курю, но нет, надо избавляться. В общем, да, запах чувствую, запах мне сигарет не нравится, но, несмотря на это, курить еще хочется. Ну, говорят, что привычка вырабатывается за 21 день, у меня только вот восьмой сегодня прошел, поэтому посмотрим, что будет дальше. Буду делиться, выкладывать, постараюсь видосики выкладывать вот каждый день, какие мои ощущения и эмоции, и в формате дневника будет у меня плейлист, чтобы осталось потом на память. Ну, а всем тем, кто борется с привычкой курить, держитесь, да пребудет с нами сила. И пишите свои ощущения в комментариях вообще, как вы ощущаете себя во время отказа от этой привычки, в процессе отказа, вернее, потому что он такой длительный, растянутый на некоторое время. Будем друг друга поддерживать в эту трудную минуту, когда хочется покурить, но надо продержаться, чтобы потом уже здоровый образ жизни без сигарет уже вошел в привычку, и сигареты воспринимались как что-то из прошлой жизни. Так что я прощаюсь с вами, если видео было вам полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Анна Кафырина, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok